Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о росте киберпреступности на почве пандемии. Мошенники пользуются ограничением в передвижениях граждан стран Евросоюза, следят за ними в интернете и эксплуатируют их страх перед инфекцией. По данным агентства Европейского Союза, киберпреступность выросла. И число фальшивых лекарств и чудодейственных лечебных средств в интернете огромно, особенно часто предлагаемые мошенниками контрафакт – фальшивые хирургические маски. Европол уже провёл глобальную операцию против торговцев фальшивыми лекарствами. Это позволило конфисковать 4 миллиона 400 тысяч единиц поддельных медикаментов. Были ликвидированы 37 групп организованной преступности, 121 человек арестован, закрыты 2500 веб-сайтов, социальных СМИ, торговых точек онлайн. В операции участвовали 90 стран. Европейские агентства дают советы гражданам, как защититься от преступников, проявлять крайнюю осторожность относительно сайтов и приложений, предлагающих помочь справиться с коронавирусом, несколько раз подумать, прежде чем купить какое-либо лекарственное средство. «Если вакцина будет разработана в ваше правительство и вообще государственные институты объявят об этом, вас проинформируют власти, заслуживающие доверия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова